Обращения к президенту и федеральному собранию звучали на митинге профсоюзных активистов. Ежегодно 7 октября по всей стране проходят пикеты в честь Всемирного дня действий за достойный труд. Большинство собравшихся в Иванове педагоги, школ, детских садов, учреждений и доп. образования. Главная их проблема – маленькие зарплаты. Тема сегодняшней встречи с плакатами и лозунгами – справедливая бюджетная политика. Увеличение пенсионного возраста, сокращение пенсии по выслуге лет, отмена пенсии работающим пенсионерам – это именно те проблемы, которые животрепишущие. Потому что, посмотрите, большинство работников бюджетной сферы – это люди, состоявшиеся, с большим опытом работы. Если, допустим, они покинут ряды бюджетной сферы, мы просто будем пожимать плечами и удивляться, кто же будет работать. Тема на каждом подобном пикете – стандартные лозунги тоже. Активисты требуют поддержки от федеральных властей. К региональным претензий не предъявляют. Реальные доходы населения и их уровень стремительно падают. Доля работников зарплаты ниже величины прожиточного минимума. Трудоспособное население сегодня составляет почти 12%. И по уровню бедности работающих Россия откатилась на 6 лет назад. Бюджетники возмущаются, что они работают не меньше остальных, а вот получают за это копейки. А клад педагога доп. образования без надбавок – около 4 тысяч рублей. Конечно, финансовый вопрос, мне кажется, самый распространенный – это заработные платы. Наверное, поддержка со стороны наставников. То есть не хватает молодым педагогам, хороших профессиональных наставников, для того, чтобы они ввели в профессию и помогали им преодолевать трудности. Студентам тоже не разжиться на выделенные государством деньги. Молодежи на митинги пришло немало и, как ни странно, все с активной гражданской позицией. Я пришел сюда, чтобы нам повысили стипендию. Я студент первого курса, и мне не хватает на жилье денег. То есть наша стипендия сейчас составила на первый месяц 1537 рублей. И мне родители помогают, иначе я не смогу прожить. На вопрос, кто виноват, собравшиеся пенсионного возраста отвечают – недобросовестные чиновники. А вот сегодняшний именинник президент ожидания оправдывает. Президент хороший, но он разве может все сделать один? Надо спрашивать. Когда у президента хорошие помощники, тогда ему легко работать. А если вот такие хреновые, которые воруют миллиардами, сразу разъем, может справиться? На домашнем аресте, дома пусть он сидит и все. Так, Господи, я бы сидела, украл миллиард и сидела бы дома. Собравшиеся надеются, что их требования будут услышаны федеральными властями, а также лично – президентом и премьером. Мария Смирнова, Алексей Гарин, РТВ Иваново.